В нашу сегодняшнюю программу попали сразу несколько юбилейных дат. Есть и еще одна самая скромная и негромкая, которую мы все-таки не смогли обойти стороной. 28 ноября исполнилось 175 лет нашему великому земляку, академику скульптуры Александру Михайловичу Апикушину. Приехав в Рыбнице, мы обнаружили, что народная тропа к могиле скульптора не заросла. Во всяком случае, не заметена снегом. На небольшом сельском кладбище могилу скульптора найти несложно. Вот в этой оградке находится семейное захоронение Апикушиных. Александр Михайлович умер в 1923 году, но памятник вот в таком виде, в котором он сейчас удалось поставить, лишь в прошлом году. Деньги собирали всем миром, участие в сборе средств принимали и жители нашего района, и в том числе ученики школы имени Карла Маркса. В Рыбницах живет правнучка Александра Михайловича Ирина Николаевна Морозова, и сейчас мы заглянем к ней и узнаем о делах семейных. Посмотрите, какую прекрасную работу сделали по реставрации музея в этом году за лето. Фактически восстановлены все утраченные элементы по окнам второго этажа, по карнизу второго этажа, так называемого полотенца, по-моему. Все бревна почистили, покрыли специальным составом, сделали протезирование утраченных бревен, покрасили прекрасной краской на основе льняного масла. Эта краска очень прочная, она должна хорошо стоять. И внутри дом преобразился, и снаружи дом преобразился уже. Работ, конечно, много еще осталось, но тем не менее. Вот так что внутри давайте не будем снимать. Здесь в этом году побывали из Италии, из Германии. Приезжают действительно люди, интересующиеся русской культурой и русской историей. Потому что, когда я стала немцам рассказывать о творчестве Александра Михайловича, я четко поняла, что вот это только наше. И я могу донести талант его и смысл его произведений только патриотам, гражданам, настоящим гражданам России, любящим свою историю, свою культуру. Ирина Николаевна, издалека приезжают, а изблизи вот некрасовцы часто бывают? Вы имеете правый берег. Правого берега, да. Правого берега нет. А левый берег, все, кто едут мимо, ну, по крайней мере, теперь остановятся, сфотографируют. Мимо дома обегут. Бывает так, что забегут по лестнице, заглянут ко мне в комнату и убегут, боятся заходить почему-то. Приходится кричать, заходите, заходите, не стесняйтесь, расскажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова